Что мы знаем о идее и в целом о сфере сельского хозяйства, тема первого занятия серии всероссийских видеоуроков. Еще до начала прямой трансляции к онлайн-обсуждению подключились около 17,5 тысяч школ. Ученики из нескольких регионов за время стандартного урока успели задать свои вопросы напрямую специалистам. Такая возможность выпала и ярославским ребятам из 49-й школы. У нас вопрос из Ярославля для вас. Здравствуйте, Ярославль, привет. Здравствуйте, меня зовут Миняльщиков Роман, я из 49-й школы. Хотел бы задать вопрос, не получится ли так, что подобные эффективные решения оставят без работы основную массу специалистов? Все будут выполнять роботы и беспилотники. Спасибо. Совершенно не получится, потому что без людей, к сожалению, пока ничего невозможно. В ближайшие лет 50 ничего не изменится. Гости встреч – успешные специалисты в сфере сельского хозяйства и преподаватели российских аграрных университетов. Рассказывают они не только о необычных научных проектах, как земляничные и смородиновые чипсы, но и о современных технологиях выращивания фруктов и овощей, а также специфики работы агрономов, которые, например, занимаются созданием уникальных продуктов. Создается продукт, соответствующий характеристикам данного человека, из сырья, которое заранее агроном отследил. И он четко знает, что вот в этом помидоре такое-то количество витамина С, витамина А. Серия открытых уроков подготовлена специально для старшеклассников. Сейчас они уже стоят перед важным решением в своей жизни – выбором профессии. И такие открытые видео уроки созданы специально, чтобы им в этом помочь. Он начинает целую серию уроков, посвященных как раз тем профессиям, современным, новым, которые входят в нашу жизнь, и тем инновационным, наверное, технологиям, которые позволяют совсем по-другому посмотреть на традиционные, известные отрасли. Серия таких уроков появилась благодаря первому всероссийскому онлайн-занятию. В сентябре его провел президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Ярославль. Тогда проект собрал свыше 10 миллионов просмотров. И сейчас, по отзывам старшеклассников, они будут популярны. Очень полезная была программа, было интересно и впечатляюще. Вы знаете, сейчас такой период, когда все еще определяются, с чем, с предметами, как рисовать экзамены, что выбирать, где учиться, город, страна, что угодно. Поэтому сложно сказать еще, что и как. Будем думать. В течение февраля и марта пройдет еще три тематических видеозанятия. Со школьниками специалисты обсудят информационные технологии, сферу здравоохранения и архитектуру. Юлия Михайловичева, Денис Лосев. День в событиях.